Делай, что можешь, с тем, что у тебя есть и там, где ты находишься. Этими словами руководствовался азербайджанский альпинист Исрафил Ашурлы, покоряя две вершины, восьмитысячники, Нангапарбат, самую высокую вершину западных Гималаев и Гаширбрум-2, вершину, расположенную в горах Каракорум, которая является 13-м по высоте и величине горным массивом в мире после Гималаев. Азербайджанский альпинист поставил перед собой цель покорить все восьмитысячники. Сначала Ашурлы поднялся на девятую вершину мира Нангапарбат, высота которой достигает 8125 метров. Затем Исрафил покорил тринадцатую вершину мира Гаширбрум-2. Высота этой горы достигает 8035 метров. Это восьмой восьмитысячник Исрафила Ашурлы из 14 существующих. Спортсмен при восхождении на гору не использовал баллон с искусственным кислородом. Он отметил, что средства на экспедицию смог найти за несколько часов до вылета. В интервью телеканалу CBC альпинист рассказал о трудностях, с которыми столкнулся, и отметил, что новых вершин могло и вовсе не быть. После уже того, как я совершил восхождение Гаширбрума, мы направлялись вниз. При прохождении одного из довольно-таки банальных, не очень опасных перевалов, идущий выше меня альпинист, гораздо там по высоте, там 50-70 метров по высоте выше меня, очень неаккуратно передвигался по склону и подрезал склон и дважды спускал лавины. Если первая лавина была не очень серьезной, то вторая могла стоить нам жизни, но удалось выбраться. По словам спортсмена, за последние годы альпинисты все чаще становятся свидетелями катастрофических последствий изменения климата. Ледники начали отступать. Тайнее ледников таит в себе очень много пагубных последствий как для человека, так и для всех экосистем планеты в целом. Исрафил Ашурле отметил, что меняется структура маршрутов восхождения, а сейчас же из-за того, что обнажаются скалы, возникает высокий риск камнепадов. Спортсмен коснулся и человеческого фактора, подчеркнув, что загрязнение природы пластиковыми отходами приобретает катастрофические масштабы. В горах очень много отходов, которые не вывозят организаторы экспедиций. Освобождаются камни некогда, ранее скованные льдом, и они приходят в движение. Это вызывает серьезную осторожность и опасность. Кроме того, присутствует человеческий фактор. Очень высоко сейчас загрязнение пластиком. Очень много отходов, которые организаторы экспедиции обязаны вывозить. Мусор не вывозится. Зачастую мы наблюдаем в различных высотных лагерях остатки экспедиций десятилетней давности. Еще одна угроза, с которой все чаще сталкиваются альпинисты – это сход лавин. Асербайджанский альпинист и сам чуть не лишился жизни, попав под сход двух лавин. Пугающая статистика. За последние пять десятилетий при восхождении на вершины высотой более 4500 метров в Гималаях погибли 564 альпиниста. Если сузить данные до 14 вершин высотой выше 8000 метров и нескольких других выдающихся вершин высотой выше 6000 метров, то в период с 1995 по 2022 годы погибло как минимум 1400 альпинистов. 33% этих смертей произошли из-за лавин. Эксперты утверждают, что популярные вершины в центральных Гималаях, такие как Анапурна и Эверест, а также вершины, находящиеся под расширенным влиянием мусонов, например, Нанго-Парбат в западных Гималаях, уже представляют очень высокий лавинный риск для альпинистов. Обильные снегопады являются одной из основных причин схода лавин, а когда в этих горах случаются несезонные штормы, также возрастает опасность и вероятность гибели людей. По мнению ученых, из-за стремительного потепления в Индийском океане мусоны стали более неустойчивыми, с короткими периодами сильных дождей и длительными засушливыми периодами, а также циклонами. В связи с резкими изменениями в характере мусонных осадков и формированием циклонов, в быстро нагревающемся Индийском океане все чаще и с большей интенсивностью некогда предсказуемый сезон восхождений нарушается мощными штормовыми ветрами.